РАДИО 54 РАДИО 54 РАДИО 54 РАДИО 55 РАДИО mmm РАДИО 55 РАДИО 55 клей, специальный клей, с которым работают мастера, знающие, что такое кайф. А вместо ножек пуговицы? Да, да, ваша наблюдательность. Да, 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 да. Ну, просто ставит границу. А вместо ножек в данном случае пуговицы, но это позволяет ей стоять. Можно украсить ёлку, если закрепить на ней петельку. Можно использовать как игольницу, это для тех, кто совсем с творчеством на короткой ноге. Можно просто поставить на праздничном столе. Ну, как символ года. Да, как символ наступающего года, так делают многие. Я так понимаю, что на вашей ёлке домашней нет покупных игрушек? Ну, если уж быть до конца откровенной, то у меня нет домашней ёлки. Ага, начнем с этого, да? Да. А ёлку можно сделать каким-то вот таким способом? Конечно, тут уже фантазия, опять-таки, разыграться может как угодно и вверх и вниз плясать. Сделать это можно и из ткани, и из фетра. Это тоже материал, который в последнее время очень завоевывает руки и пространство, рукодельность всего мира. Там всё достаточно просто. Вырезаете контур, совмещаете, как раньше из картона делали, вот таким перпендикуляром друг в друга эти детали, готова ёлка. Ага, точно. Как раньше из бумаги делали множество поделок, особенно в детских садах, там, в школах. Это как бы такая практика стандартная. Фетр достаточно жёсткий, либо можно соединить два слоя обычного хлопка, всё той же клеевой паутинкой, она добавляет жёсткости конструкции. Сделать два разреза, ввести друг друга, и у вас крест, который стоит и не падает. А украсть вы его можете пайетками, теми же разноцветными пуговицами блестящими, какой-то фурнитурой, которую вы находите дома под руками, вплоть до кнопок, каких-то люверсов и всего прочего. Всё, что блестит, если вам это нравится, может оказаться на вашей импровизированной ёлке. Твой дом. Твоя область. Новосибирск. 106,2 FM.